Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Ирины Минаева. Приморский районный суд Одессы признал виновным во взяточничестве начальника территориального управления главной госинспекции на автомобильном транспорте в Одесской области. Чиновник, задержанный с поличным в марте, пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину. За это ему назначили относительно мягкое наказание – штраф в размере 34 тысяч гривен и запрет занимать определенные должности в течение ближайшего года. Взятку экс-чиновник вымогал и получил от замдиректора компании «Соцтранском». Автотранспортное предприятие добивалось сохранения лицензии на обслуживание пассажиров. Свои услуги руководитель оценил в одну тысячу долларов и ящик виски. В момент получения взятки мужчину задержали правоохранители. Суд назначил ему меру пресечения в виде залога. А в Одессе задержали директора одной из экспертно-оценочных фирм. Он требовал от предпринимателя крупную сумму денег за снижение оценочной стоимости объекта, который принадлежит Фонду госимущества Украины. В госслужбу по борьбе с экономической преступностью поступило заявление от частного предпринимателя о вымогательстве у него взятки. Как выяснилось во время следствия, 67-летний руководитель оценочной организации, злоупотребляя своим служебным положением, требовал более 20 тысяч гривен за снижение стоимости одного из объектов недвижимости, принадлежащего государству. В Управлении государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в Одесской области поступило заявление от частного предпринимателя о вымогательстве от него неправомерной выгоды со стороны директора одной из оценочных экспертных фирм. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления был задержан 67-летний директор экспертно-оценочной фирмы, при котором был обнаружен предмет неправомерной выгоды, а именно деньги в размере 21 600 гривен. Надеясь на улучшение своего материального положения, оценщик пришел на встречу с клиентом, где его на горячем при получении взятки задержали борцы с экономическими преступлениями. Подозреваемый не смог пояснить, откуда в его кейсе появились 100-долларовые купюры и сознаваться в очевидных фактах отказался. Вам еще раз повторяю, вам предлагается добровольно выпить какие-либо денежные средства, полученные вами. Вы вообще сегодня получали какие-либо денежные средства? Если да, то за что и в какой сумме? Где они в настоящее время находятся? В настоящее время проводятся следственные оперативные мероприятия по документированию факта вымогательства и получения взятки. Конкретно вами. Что вы можете пояснить по данному факту? В отношении нечистого на руку оценщика начато уголовное производство. Злоумышленнику грозит штраф от 12 до 18 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет из конфискации имущества. Беляевский район ИСО приговорил к 8 годам лишения свободы с конфискации имущества бывшего сотрудника регионального управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщила пресс-служба облпрокуратуры, экс-работник милиции признан виновным в злоупотреблении служебным положением, применении пыток и нанесении тяжких телесных повреждений. Кроме того, с осужденного взыскано более 70 тысяч гривен для компенсации морального и материального ущерба пострадавшим. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда. Курортный сезон в самом разгаре. В Одессу съехались тысячи туристов со всего мира. Большинство из них привлекает отдых на морском побережье. Но может ли наш город похвастаться развитой пляжной инфраструктурой? Как оказалось, нет. Чтобы отдохнуть у моря, любителю солнечных и морских ванн придется выложить немалые деньги. При этом изрядно попотеть, чтобы более-менее сносно устроиться на условно чистые полоски суши. Практически все услуги на пляжах платные, а качество их оставляет желать лучшего. Платные пляжи и туалеты, отсутствие раздевалок и душевых, мусор и массовые застройки прибрежной зоны. Вот с чем сталкиваются люди, желающие отдохнуть у моря. Курортный сезон уже добегает до своей золотой середины, а проблем меньше не становится. Кто только смотрит, местные власти недоумевают отдыхающие. Как бы ни утверждали городские власти, что все пляжи в Одессе бесплатные, в действительности оказывается, что это не так. Большинство людей просто не в состоянии платить по 50-100 гривен за ход в закрытую зону. А если отдыхающие все же решают сюда зайти, то лечим просто негде. Все занято платными топчанами. Очень много платных пляжей. Все, то есть место, где просто люди вот каждый день, которые ходят на пляж, просто по 100 гривен, ну нет смысла платить. Отсутствие туалетов, пляж Аркадия, туалет стоит, по-моему, 5 гривен. Где-то есть бесплатный, но он такой убогий, что туда страшно зайти. И мусорников тоже не найти. Понимаете, дело в том, что понаставили топчану. Их никто не занимает. Вот пройдите, посмотрите. Никто не занимает. Топчаны свободные. А людям-то негде лечь. Люди там бы, если бы топчану не было, там бы люди бы легли на песок. Кафе, клубы и другие всевозможные постройки оккупируют большую часть прибрежной зоны. Прогуляться по берегу моря порой просто невозможно, жалуются одесситы и гости Южной Пальмиры. А вот это уже бесплатный пляж. Здесь может отдыхать любой желающий. Правда, местных здесь не так много. Пляж не самый чистый. И вот отдыхать на голых камнях не каждому по вкусу. Вода грязная и пляж очень грязный. На платных чисто. Если бы рядом бесплатные территории убирали для приличия, было бы вообще здорово. Трошки смущает, что пирсы позанимали. Нема где нормально отдыхнуть. Раньше, я помню, тут свободно было. Сейчас невозможно тут идти. Сейчас деньги платить, платить, платить. Пока мэрия будет сквозь пальцы смотреть на все эти проблемы, Одессе будет трудно претендовать на звание курортного города европейского уровня. Одесситые гости города недоумевают. Нижние реалии на пляжах – это полное бессилие городских властей навести порядок? Или хуже того – действия, которые можно охарактеризовать как коррупционные деяния? Тогда зачем платить большие деньги за удобства, которых попросту нет? А если и есть, то доход от них вряд ли идет на улучшение инфраструктуры города. Проще за меньшие деньги погреться на солнышке на каком-нибудь пятизвездочном турецком курорте. Заодно получившись у жителей Турции методом отстаивания общественных интересов и построения гражданского общества. За окном плюс 30 градусов. В Одессе установилась стабильно жаркая погода. Люди по возможности стараются вырваться на море. Но отдых в прибрежной зоне таит в себе много опасностей. Одна из них – риск получить отравление некачественными продуктами, продаваемыми в курортной зоне. А соблазнов здесь хватает. Шаурма, рачки, горячая кукуруза, соленая рыбка – продукты бесспорно вкусные. Вот только их качество вызывает большие сомнения. Фастфуд – это быстро и удобно. Точки с так называемой быстрой едой на городских пляжах возникают, как грибы после дождя. Но не все из них работают здесь на законных основаниях. Проверить, что продают, сложно, а иногда просто невозможно. Причем та же ситуация и с продажей напитков. Лето – Одесса, Аркадия. Здесь можно не только позагорать на солнышке и искупаться в прохладной морской воде, но и вкусно покушать. Вот только за качество еды, приготовленной здесь, никто вам гарантии не даст. На пляже мы кушаем креветки и кукурузу, все нормально. Никто еще не умер. Кукурузу в основном берем. Отлично. Ну, дети кушают, не жалуются, говорят вкусное. Я, в принципе, не пробовал. Вы детям покупаете еды в пляжах? И не боитесь, что отравиться в жару продукты ухорчены? Боимся. Но дети хотят. Большинство же отдыхающих предпочитают не покупать еду на пляжах. Приносят ее с собой. Говорят, боятся отравиться. Стараюсь не покупать, когда, ну, конечно, нет альтернативы, то приходится там, ну, максимум, это какая-то сушеная рыбка, либо что-нибудь там. Ну, на одесских пляжах, так как, ну, я сам одесситы, я их не посещаю. То есть, одесситы в Одессе не купаются. Карлина Бугас, Затока. Мы в основном дома едим. Вон, видите. С тобой, да? Да. А на пляжах вообще никто ничего не купит? Ну, если в ресторане только сидим, тогда и покупаем. А почему? Не доверяете, да? Да нет, у нас маленькие дети, поэтому мы рассчитываем на нормальную еду. Да нет, вы что, они же в жаре, представьте. В холодильнике она лежит день и портится, а сейчас по жаре вообще испортится. Поэтому не берите вам, не желаем брать. Лучше в магазин зашли и там взяли. Городские власти должны обратить свое внимание на то, что творится в пляжной зоне, считают одесситы. И это не только еда, но и инфраструктура в целом. У нас занимается этим городская власть, то есть тоже можно подъехать к госсовету и посмотреть на те машины, благодаря которым они теперь этим всем занимаются. Вот, то есть все, вопросы надо ставить им, ну то есть они все, вот у нас теперь клубы, платные пляжи, а у чиновников дорогие машины. В ожидании, когда порядок будет наведен и сомнительный фастфуд исчезнет в прибрежной зоне, медики рекомендуют одесситам и гостям нашего города позаботиться о своем здоровье и не покупать срок еду и напитки в прибрежной зоне. Это поможет избежать многочисленных проблем. Хотя до осени еще далеко, город уже постепенно превращается в сплошной бахчевой базар. Арбузы и дыни предлагают на каждом углу, а вот в областной санитарно-эпидемиологической станции советуют одесситам все же дождаться конца августа. И предупреждают, ранние бахчевые культуры могут содержать большое количество нитратов. Чтобы убедиться в том, что купленные на рынках, мини-базарчиках или магазинных прилавках сезонные лакомства соответствуют всем нормам, специалисты рекомендуют требовать у реализаторов товара сертификаты качества. Летом всегда подымается спрос на мороженое, прохладительные напитки, арбузы и дыни. Что же касается последних, то обычно бахчевой сезон наступает в августе. Но лето жаркое и на одесских рынках уже сейчас вовсю идет торговля херсонскими ягодами. Однако многие одесситы не спешат покупать ранние бахчевые культуры. Люди уверены, это опасно для здоровья. Нет, не покупала, потому что оно все на нитратах. Если бы оно не было на нитратах, можно было бы покупать. Я покупаю в конце августа, ближе в сентябрь, потому что оно натуральных. А так не с нитратами, боюсь, что ребенок отравится мой или я отравлюсь. Бающе. Потому что они такие большие и весят немного. Арбуз в среднем должен весить хотя бы до 10 килограмм. А когда они весят больше 10, сразу видно, чем они напичканы. Специалисты подтверждают, ранние бахчевые могут содержать повышенное количество нитратов. Контроль за качеством и безопасностью дынь и арбузов осуществляют в специальных лабораториях. Здесь делают анализы на содержание в них нитратов. Норма для бахчевых не более 60 миллиграммов на 1 килограмм веса. Ягоды также проверяют на содержание опасных радионуклидов. Если все соответствует требованию, продукцию допускают к реализации и выдают соответствующий документ, рассказывают в обл. санэпидемстанции. Каждый потребитель, придя в магазин или на рынок, может попросить у реализатора документы. Какие это документы? Относительно растительной продукции. Это протоколы лабораторных исследований на наличие основных токсических элементов, которые нормируются в растеневодческой продукции. Это исследования на содержание нитратов, солей тяжелых металлов, микотоксинов, радионуклидов и пестицидов. На специализированных рынках уверяют, каждая партия арбузов и дынь проходит лабораторную проверку. Но в Одессе есть сотни других точек, так называемых уличных колодцев, где, как мы выяснили, нет никаких документов и сертификатов качества. Не знаем, девочки. Сертификатов не дают производителям. Документов нет вообще. В данный момент нет. Идем на другую точку реализации бахчевых культур. Здесь ситуация повторяется. Однако в этом случае продавец арбузов даже понятия не имел, что за документы мы от него потребовали. Сертификатов, что это такое? Ну, видно, хозяин знает. В обоих случаях продавцы подозрительных арбузов не смогли предъявить нам сертификаты качества товара. Это первый сигнал о том, что покупать бахчевые на таких стихийных точках опасно. Употребление арбуза, нашпигованного вредными химическими веществами, может привести к серьезному отравлению, предупреждают в санэпидемстанции. Поэтому специалисты рекомендуют не употреблять в пищу ранние бахчевые культуры, а дождаться августа. Также эпидемиологи настоятельно советуют требовать от продавцов соответствующих документов, подтверждающих качество товара. В Киевском районе наконец дадут высотки, замороженные несколько лет назад. Городской совет принял решение о выделении средств на окончательные работы по введению в эксплуатацию домов на улице Академика Вильямса, 138А. Позитивный итог стал возможен благодаря активной позиции одесситов и депутата городского совета Дмитрия Танцюры. Инвесторы говорят, на этих объектах осталось немного работы, два высотных дома практически готовы к введению в эксплуатацию. Но нужно сделать рывок и провести еще электричество и обустроить придомовую территорию. Нам необходимо провести в первую очередь это электроснабжение и благоустройство, и мы можем сдавать дом, как бы вводить в эксплуатацию. Я хочу в первую очередь поблагодарить депутата Дмитрия Николаевича Танцюру. Он вынес проект, подготовил проект решения на сессию о выделении денежных средств для нашего дома по Академике Вильямса, 138А, для обеспечения электричеством и придомовой территорией. Все квартиры в двух 10- и 11-этажных зданиях распроданы. Заказчиком строительства выступил городской УКС. Возведением домов занимались два жилищно-строительных треста – «Прогресс-3» и «Промень». Как рассказали люди, ЖСТ «Промень» распался, и горожанам пришлось своими силами вести достройку дома. Инвесторы ЖСТ «Променя» три года назад создали свою громадскую организацию. Из людей, которые вложили деньги, как инвестора в «Промень», дом нам бросили в 2009 году, не достроили его, не сделали. Мы создали свою громадскую организацию из этих инвесторов, которые вступили. И вот своими силами мы практически сделали крышей, оштукатурили дом, провели внешний газ, провели канализацию, ливневку, подвели воду. Сейчас нам остался только свет и планировка территории. В ходе встречи с депутатом люди пожаловали, что помимо различных проволочек при строительстве, они столкнулись и с другой, не менее важной проблемой. Как оказалось, некоторые квартиры были одновременно проданы нескольким физическим лицам. У нас документы, у меня договор есть, и договор по променю другого человека, которого я вот за все это время не могу выяснить, кто. И в суды обращались, суд вынести решение нашу пользу никак не может, так как нет еще объекта спора, еще нет этой квартиры, она еще не сдана. За помощью и в столь сложном юридическом деле одесситы обратились к своему депутату Дмитрию Танцюре. Дмитрий Николаевич пришел к нам на встречу, сейчас в данный момент происходит конструктивный важный диалог, и мы ожидаем большой от него помощи с его стороны, чтобы решить в депутатском корпусе на заседании горсовета наши проблемы. Быть может, это очень поможет в продолжении окончания этой стройки. Жители микрорайона знают о работе Дмитрия Танцюре не понаслышке и доверяют ему. Депутат активно работает на округе не один созыв. Несколько лет назад была внедрена в жизнь и сегодня продолжает активно работать, давно перешагнув границы депутатского округа, социальная инициатива Дмитрия Танцюре «Дом, в котором мы живем». Благодаря этому проекту многие дворы и дома поселка Таирова обрели, что называется, новое лицо. Были проведены ремонтные работы в парадных, подвалах и на крышах, а дворы превратились в небольшие оазисы чистоты и порядка. Горожане уверены, что и в данном случае расчет на помощь и поддержку Дмитрия Танцюре оказался правильным и своевременным. Причем помощь депутата актуальна и полезна не только в вопросе введения новостроя в эксплуатацию, но и в более сложных проблемах юридического характера. Разговор о социальных инициативах продолжается в программе «Тема дня». Активность людей может сдвинуть с мертвой точки любое дело, считает гость программы депутат Одесского городского совета Дмитрий Танцюра. Депутат – это рупор, через который люди могут решать вопросы. В принципе, это и есть классическое понимание депутата от громады. Я представляю интересы вот этих людей, я их должен представлять в горсовете, я их должен представлять во всех службах, которые им сейчас должны подключить тепло, свет, воду, газ и так далее. Поэтому в этом случае я исполняю свое классическое понимание того, чем я должен заниматься, будучи депутатом. Во вторник на расширенном заседании регионального комитета по экономическим реформам рассмотрели сразу два проекта. Строительство современного технопарка в Теплодаре и применение в городе паркоматов отечественного производства. Подробнее о них смотрите в репортаже наших корреспондентов. В Теплодаре вскоре может появиться современный технопарк. На месте заброшенной недостроенной атомной станции планируется возвести завод по изготовлению медпрепаратов, в том числе вакцин и инсулина, а также медицинского оборудования. Своё согласие на участие в проекте уже дали инвесторы из Дании, Чехии и Польши. Они готовы вложить в создание завода порядка 900 миллионов долларов. У нас готовы все контрактные соглашения с компаниями, которые согласованы практически с датчанами. 100% датчане дают, а все остальное 80-85% в товарное кредитование. Купаемость проекта, грубо говоря, там каждая по-разному в районе 2,5-4 лет максимум. Новые рабочие места получат около 2000 человек. Единственное требование инвесторов – землю, на которой будет возведен завод, передать в собственность компании. По словам депутата областного совета Валерия Локачука, проект хороший, но скорее всего, все задуманное реализовать все же не удастся. Проект интересный, будут ли деньги под него, и как они пойдут. Речь хорошая – выпуск фармацевтической продукции, которой не хватает украинской, чтобы не закупать западную. Мне кажется, теплодар – это маленькие васюки, типа, говорят, что там будет и медицинский университет. Я думаю, что вряд ли, да. Этот нет. Часть выполнится, часть не выполнится. Второй проект касался применения автоматических парковочных комплексов Smart Park, который производится на одном из одесских заводов. Предлагаемые паркоматы мало чем отличаются от обычных хайбоксов. Принцип работы тот же – вы вносите деньги и получите квитанцию. Проект также предполагает возможность использования парковочной карты. Ее нужно будет покупать дополнительно. Депутат уверен – этот проект еще нужно дорабатывать. Они хотят собирать сами деньги. А, в принципе, если их деньги – это банковская деятельность. Если был заинтересован какой-то банк и какой-то город, тогда это можно было сложить. А выпускать дополнительные социальные карточки – еще это никому не нужно. По мнению Валерия Локачука, подобные паркоматы были актуальны 10 лет назад. А сейчас в эру новых технологий они себя вряд ли оправдают. В Раздельнянской районной больнице появился легковой автомобиль для выезда врачей. Спонсорскую помощь больнице оказала прокуратура Южного региона Украины по надзору за соблюдением закона в военной сфере. Как в записках юного врача Булгакова. Бежали дни в Энской больнице, в деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Так и в Раздельнянской районной больнице. Район большой радиус обслуживания от центральной райбольницы до дальних сел составляет 55 километров. На территории района находится 86 сел. Попробуй к ним добраться вовремя на неисправных врачебных машинах. Поэтому срочно больнице нужен был транспорт. Во все точки мы должны доехать на хорошем транспорте. И если потребуется дальнейшая госпитализация ребенка, конечно, хотелось бы, чтобы этот ребенок доставлялся в машине, в транспорте, который качественный, который не гремит, у которого ничего не ломается, то есть в хорошем состоянии. Жители бывших военных городков на территории Одесской области часто сталкиваются с проблемами медицинского обеспечения. Медики не успевают оперативно оказывать неотложную помощь. На помощь медперсоналу пришли сотрудники прокуратуры. Из собственных денежных средств они сделали благотворительный взнос для транспортных нужд Розинянской райбольницы. Группа прокурорских работников прибыла в раздельные, ну не с прокурорской проверкой, а с целью оказания спонсорской помощи. Маленький коллектив прокуратуры по соблюдению закона в военной сфере решил сделать подарок для Розинянской районной больницы в виде автомобиля. Мы знаем, что в этом районном центре много проживает бывших военнослужащих и членов их семей. Раньше наша прокуратура была военная, и мы хорошо знаем нужды и потребности военных. И наш выбор выпал на автомобиль, чтобы в отдаленные села была оперативно оказана медицинская помощь нуждающимся больным, в первую очередь, конечно, детям. В Розинянском районе проживают 14 200 детей. Каждый год они проходят обязательный медосмотр. Для выезда в педиатров как раз подходит машина, которая способна преодолевать в день более 100 километров. Остались у нас еще автомобили, еще с советских времен. Автомобилям Нива по 23-24 года. И зачастую их техническое состояние таково, что выезжает куда-то на выезд машина, и во время выезда она просто ломается, и приходится направлять следующую машину, чтобы на буксире притягивать ее в больницу. Это для нас просто неоценимый вклад в улучшение качества оказания медицинской помощи, в первую очередь, нашим детям. В качестве этого каравая выразить вам нашу благодарность, нашу преграду. Начато уголовное производство в отношении должностных лиц Савидиопольской райадминистрации. Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По данным пресс-службы облпрокуратуры, чиновники без необходимых согласований утвердили проект строительства объекта у села Каролина-Бугас, непосредственно на песке у моря. Кроме того, отмечают в надзорном ведомстве, должностные лица безвозмездно передали в собственность частным лицам около 5 гектаров земли. По нормативной оценке, эти участки стоят более 8,5 миллионов гривен. За минувшие сутки на дорогах региона произошли 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 13 пострадали. В Котовском районе перевернулся трактор, погибла женщина-пассажирка, травмирован водитель. Трагедия произошла на сельской грунтовой дороге. Трактор приблизился к краю проезжей части и под его весом грунт обвалился. Машина перевернулась в кювет. 8 июля на автодороге Одесса-Белгороднестровский водитель внедорожника Сан Йонг выехал на встречную полосу и столкнулся с Мерседесом. Пострадали водитель Мерседеса и три его пассажира, две женщины и годовалая девочка. А в Одессе, в районе Крыжановки, накануне вечером не разминулись водители автобуса и маршрутки. Виновником аварии очевидцы называют водителя маршрутки, не выдержавшего дистанцию и объехавшего стоящий впереди автобус с такой силой, что у маршрутки вылетели стекла. Некоторые пассажиры получили травмы. Тем временем, в Беляевском районе машина сбила шедшую по обочине женщину-пешехода. Уехав с места ДТП, водитель ВАЗа столкнулся с Тойотой и также скрылся. Сотрудники ГАИ разыскали машину и задержали подозреваемого. Напомним, водителя, скрывшегося с места ДТП, ожидает уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. В Одессе подвели итоги первого международного конкурса «Моя родословная», организованного Одесским представительством. Участвовали в конкурсе, посвященном семейным летописям. 17 исследователей из разных регионов Украины чествовали победителей в Русском культурном центре при Одесском национальном университете имени Мечникова. Инициаторы мероприятия рассказывают, цель конкурса – формирование духовного единства семьи через познание истории своего рода, сохранение и развитие национальных семейных и родословных традиций у граждан России и Украины. Сегодня празднуем победителей конкурса международного «Моя родословная», который более пяти лет проходит на территории Москвы, Московской области, ну и уже в масштабе Российской Федерации. А на Украине это у нас получается первый фестиваль. Это все то, что нас сближает. Это все наша единая история, это наша культура. И нам как никогда приятно совместно проводить эти мероприятия, потому что это мероприятие получило достойный отлик со стороны украинской общественности, интеллигенции. Победителем конкурса «Моя родословная» в Одессе стал Иван Степанович Рябухин, чей род в прошлом году отметил свое 250-летие. Сбором информации о своей родословной Иван Рябухин занимался целый год. Это занятие, рассказывает победитель конкурса, для него и его семьи оказалось очень интересным и полезным опытом в жизни. Интересно то, что на протяжении вот этих 250 лет наша родословная насчитывала более 50 военнослужащих, которые в офицерском звании служили еще в царской армии и продолжали в рабоче-крестьянской армии. Два моих дядя погибли на фронтах Великой Отечественной войны. И сейчас продолжают службу как в украинских армии, так и в армии Российской Федерации. Не случайно была выбрана и дата чествования победителей. 8 июля в России отмечают два больших праздника – День Семьи, Любви и Верности и праздник Святых Петра и Февронии, чей пример высоких духовных отношений, бесконечной любви и преданности является эталоном настоящих семейных ценностей и традиций. Представители Россотрудничества совместно с Генеральным консулом Российской Федерации в Одессе Юрием Антоновым наградили почетными грамотами супружеские пары, которые прожили в совместном браке более 25 лет и внесли определенный вклад в создание семейных ценностей в современном обществе. Это вам, это тоже вам, почетный знак, это вам. Праздник, посвященный чествованию победителей конкурса «Моя родословная», прошел при поддержке общественной организации «Интеллектуальный форум», деятельность которого направлена на сближение народов Украины. Что же касаемо российской культуры, российской литературы, российских авторов, я должна сказать, что это именно та культура, которая оказала неизгладимое впечатление и влияние, и сформировала мировоззрение многих поколений наших граждан, а потому она ценна. И поэтому, проводя такие совместные мероприятия, мы понимаем, что наша культура будет сильнее и будет более укреплена благодаря вот таким вот интересным связям. Потому что с российским консульством мы дружим очень давно, наша общественная организация устраивает многие мероприятия совместные. В рамках праздника в Русском культурном центре состоялся и музыкально-поэтический вечер «Колокольчики-бубенчики-колкола», основанный на произведениях русской поэзии и песнях 19, 20 и 21 веков. В 2015 году крупнейший и один из старейших вузов Украины, Одесский национальный университет имени Мечникова, отметит 150-летие со дня основания. Президент Украины издал специальный указ о подготовке к юбилею. В нем прописан комплекс мероприятий от модернизации образовательного процесса, приобретения современного учебно-научного оборудования, до строительства новой научной библиотеки на территории студенческого городка и реконструкции учебных корпусов. Это всемирно известные и выдающиеся ученые. Лауреат Нобелевской премии Мечникова, основатель отечественной физиологии Сеченов, первый президент Академии наук Украины, микробиолог Заболотный, физик-теоретик Умов и многие другие. Сейчас учебный процесс в университете обеспечивает 4 института и 10 факультетов. Работают 102 кафедры, магистратура. Университет осуществляет подготовку специалистов под 20 направлениям и 41 специальности. По случаю 150-летия президент постановил ввести в оборот юбилейную монету, специальную праздничную марку и конверт. В указе президента отмечается также, что необходимо улучшить условия оплаты сотрудников университета. Согласовать Одесской благосадминистрации вопрос о выделении земельного участка для строительства учебно-лабораторных корпусов, издательского центра ВУЗа, а также строительства общежитий для студентов не менее чем на одну тысячу мест. 10 июля частично будет перекрыт центр Одессы. Это связано с проведением на стадионе Черноморец Интер-Суперкубка Украины. В поединке за почетный трофей будут бороться Донецкий Шахтер и Одесский Черноморец. Начало матча в 20.45. В связи с прибытием большого количества иногородних автобусов и автомобилей с болельщиками будет ограничен въезд на улицу Морозлеевскую и Лидерсовский бульвар. Отвод транспорта будет осуществляться на перекрестках улицы Канатной и переулка Нахимова, Канатной и Сабанского переулка, Морозлеевской, Троицкой, Лидерсовского бульвара Белинского. С 19 часов будет перекрыто движение на улицах Осипова, Польской, Греческой, Пушкинской, Канатной, Успенской и Морозлеевской. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. А я с вами прощаюсь и желаю всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин